приветствую друзья я хочу с вами обсудить сейчас книжку я затронула там классные темы тем было там много и про любовь и по деньги что деньги это перемена я там вот и потом есть последний главы очень классные благодарность про десятину про закон бумеранга как это вообще все работает но все кто читает еще говорят что получает 5000 рублей я вот эту тему хотела затронуть почему 5000 рублей моя книжка стоила 500 рублей ну 490 почти 500 рублей когда вы получается ее купили ну там первую допустим книгу да потом по предоплате вторую и вы там без ожиданий что вот вы получите деньги вот я сейчас прочитаю вам богатею еще что-то просто с таким чувством благодарности в предвкушении просто ее почитать получить знания вы получается даете мне эти деньги естественно вам в десятикратном размере пятьдесят пяти тысячах и возвращается так как сейчас те кто покупает книжку за 1300 не помню сколько 50 она стоит да это будет 13 нас не будете получать вот там у меня в книге описано как это работает соберусь мыслями теряюсь когда мы с вами что-то даем в этот мир нам всегда возвращается в десятикратном размере когда мы что-то получаем с вами от нас всегда убывает 10 процентов от всего что мы вообще в принципе имеем это закон гумеранга и закон десятины сразу два закона работы один другого не исключает есть поэтому когда мы что-то получаем какие-то инструменты нужно их преобразовать произвести из них перемену и выдать и тогда вот то что мы выдаем например мы получили кисточки книги привожу краски холст производите картину да и выдаете свет неважно там продаете кому-то дарите получивший этот инструмент с помощью этой картину там вдохновляется кайфует и и что-то тоже дальше творит то есть мы постоянно берем какой-то инструмент и если мы его преобразовываем качестве перемены во что-то то есть что-то делаем по-новому с помощью того что мы получили используйте инструменты да у нас эти деньги не деньги а вот этот эквивалент денежный допустим сколько стоили и эти инструменты в купе да они умножаются на наш новый продукт 10 раз когда мы просто взяли ничего с этим не сделали не преобразовали в новую перемену когда мы не оплатили подарок допустим тот же не дали что-то взамен то у нас убывает к сожалению причем и только на количество этого подарка который мы взяли но и вообще 10 процентов уходит от всего что вы имеете это написано в библии в той мне многие задали такой вопрос и где мы взяли эти поэту информацию таких книг вычитали но я книги привожу что это десятина написано библии для церкви там чтобы прочитать там иисуса христа в торе это от скота от зули владения сыгрательства овощей фруктов люди отдавали 10 процентов потому что если ты сам не отдаешь то получается что все равно хочет этого или нет она убывает когда ты сам отдаешь эту десятину это десятина тебе возвращается в десятикратном размере сейчас девушка одна написала говорит я прочитала твою книжку и послушала там главы и мне сразу пришло пять тысяч подарок но я тебе говорит и не отдам потому что эти деньги для меня очень важны так как у меня больше нету денег и типа я тебе ее не отдам я использую себя не обижайся я году да мне это все равно просто теперь у тебя у будет на десять процентов от чего что ты имеешь но если бы ты 500 рублей перекинула бы благодаря которому человеку тебе пришли эти пять тысяч то это не тому кто тебе их дал естественно а когда она посмотрела этот сериал деньги тогда бы тебе с этих пятьсот пять не возвращилась пути у тебя было бы девять пятьсот сейчас бы на руках да но она решила себя лишить другим способом то есть я не буду благодарить того благодаря которому я получила эти деньги поэтому я поэтому она расплатится по-другому то есть у нее что-то будет сломается образуется какой-то долг что-то заберут что-то потеряется неважно то есть у нее будет я ни в коем случае никого не пугаю это просто так работает и поэтому когда вы благодарите и делитесь с любым человек в любой ситуации когда вам помогли благодаря кому вы что-то получили тогда вам еще возвращается плюс 10 процентов от той благодарность которую вы отдаете если вы оставите без благодарности десяти мы вы платите в любом случае десятина уходит в виде энергии виде материальных и нематериальных благ неважно уходит от того что ты имеешь всегда поэтому беднейшие беднеет богатые богатеют потому что они не поступаются на благодарности то что они понимают ценность денег просто может а кто-то наоборот зажимает и делает их еще меньше точно так же я сделал следующий пост сейчас вы наверно читали про скидки когда мы просим скидку в силу того что другой человек не может отказать но ему некомфортно и он не хочет у него оцензенность того что он дает там услуги товара еще что-то какого-то своего проявления определенную вот он хочет вот определенное что-то получить да а вы таки нет давай меньше вот если он сам с кайфом дает скидку это не считается соответственно ты платишь столько сколько человек просится скидками делает тебе большие скидки круто радуйтесь вот но если не заставляете его сделать скидку просите они то на ту сумму естественно у вас уйдет сразу в 10 раз больше то есть вы попросили скидку на 100 рублей вы тысячу теряете попросили тысячу рублей вам скрипя сердце и и делают вы 10 тысяч потеряете но это причем мгновенно происходит у вас тут же в этот же день что-то происходит что-то бывает что-то ломается где-то какой-то недостаток проявляется и этот недостаток требует оплату вы должны опыт я я вообще не вот ребят честно не прошу ни от кого ничего я просто на своем примере ближайшем да вот примере книги этой же чтобы вам понятно было привожу вы на свою жизнь перекладываете везде вот вы приходите допустим я вот прихожу в ресторан да я всегда ставлю на чай минимум до 10 процентов всегда не приходит в обратку деньги но они бесконечно циркулируют я плачу важно сверх всегда везде в любом месте кто бы мне чем-то не помог официанты понятно не там свою работу получают но я им благодарна за то что они подтвердились меня офигенно там обслужили улыбались вовремя все приносили и так далее почему бы их не отблагодарить я не жду естественно от мира обратки десятипроцентной потому что все мы будем это делать ради денег то ничего не получится не жду вот этой вот обратки но она возвращается всегда с вами там поработает какой-то человек вы его заплатили а еще тут мы сыра вчера сидели обсуждали с подругой она так говорит ну люди же деньги уже заплатили назначенную сумму почему они тебе должны сверху но смотрите они заплатили 500 рублей за книгу и за знание вот а то что там пришло еще сверху это уже не оплачено то есть цену изначально люди заплатили за сам продукт а то что этот продукт там сверху приносит и вот вы пробуете переложить на все сферы жизни со всеми людьми где сталкиваетесь что вы там покупаете и это потом еще приносит какой-то новый продукт новое какое-то проявление то новую перемену вот с неё всегда можем 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 возвращается все больше 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 то есть отдаем и это все возвращается так еще такой момент почему не всем приходят деньги кто читает книжку вот заплатили да не все пять тысяч сразу возвращается причем это возвращается еще до того как книга прочитала только начинаешь то деньги возвращается потому что ты оплачиваешь не ожидай никаких денег получить эту книгу ничего не ожидает ты просто платишь благодарность автору почитать эту книжку за сам факт ее создания сам факт интересной информации вот те кто покупает с ожиданиями какими-то то соответственно дальнейшем он будет приходить то есть ты здесь может быть какие-то корыстные цели включаешь может быть у тебя есть еще благодарность ко всему остальному вот у тебя просто поэтому шоу бывает и ты видишь этих прибавлений в десятикратном размере потому что они ушли на что-то может быть другое тоже не заметил но если так покопаться те кто получил неважно чтобы вы не приобрели у вас с благодарностью у вас где-то что-то прибавляется но если бы там отслеживали бы вы бы видели где что прибавляется и возвращается но мы не привыкли отслеживать кого что-либо пофигу что происходит вокруг не понятно так я хочу от вас вопросы могут быть какие-то дополнительные у меня с вами еще есть 10 минут я побежала на массаж поднимите ручку кто хочет задать вопросу на эту тему денег перемен благодарности возврата не сетины чего еще бумеранга по закону бумеранга нам возвращается 10 процентов по закону десятины всегда то что мы берем убывает у нас десятикратном размере вот поэтому чтобы это не убывало лучше производите продукт со всего что вы берете не критикуя то есть не раскритиковали кисточки краску да нарисовали картину тогда у вас эти 10 процентов не убывает но если вы с этим ничего не делаете то убывает юля юль привет так я тебя добавила первый раз на вашей трансляции еще не знаю вот хотела бы даже приобрести ну не даже приобрести вашу книгу все остальное но сейчас получается с событиями в мире трудная ситуация вот и как сказать ну получается то есть мне много людей сейчас помогает да и до этого был бизнес все нормально работали потом же понимаете да ситуация все как-то сошло на убыль и ну даже сейчас если там ребенку купить молоко или еще что-то нужно выгребать буквально там искать по сусекам я бы так сказала и я не знаю где ошибаюсь что я не даю или наоборот не знаю если я правильно раскрыла свою мысль я вот не совсем понимаю почему мне помогает а у меня все убывает так что ну наверное да получается когда вам дают у вас убывает 10 процентов вот я это озвучила почему когда вам дают у нас всегда убывает если мы это берем и это каким-то образом трансформируем ту помощь превращаем в какой-то новый продукт как-то это все используем тогда у нас как бы отдается дань благодарности тому кто нам что-то дал и тогда у нас не убывает значит где-то у вас скромает там с благодарностью и какой-то взаимопомощью что-то мы тоже могли бы дать на что есть ресурсы но вы не даете получается конкретно бы ситуацию какую-то забрать у меня нету сейчас я понимаю что просто вот как ввода вода да то есть если она получается застойная то да то есть вот вам помогает какую-то помощь вам встречную помощь тоже нужно какую-то оказывать ну это получается же не обязательно этим же людям просто такое впечатление что им не нужна моя помощь да получается оно должно идти дальше я так понимаю да но должно идти дальше не обязательно этим людям но если вы этим людям тоже можете помочь конечно и им вот но если ну например вам кто-то дал тысячу рублей примеру да вот вы ее получаете вы с этой тысячи подумаю как это объяснить вот вам дали ты что вы на нее можете сделать мне даже цветочек обычно мы ее на еду потратим и все правильно ну да нам ее надо как-то преобразовать чтобы потом этим людям еще что-то вернуть ну я например иногда если вижу там купила еду да я деньги не люблю давать я могу дать еду то есть я например могу поделиться бананом хлебом ну что за такое это да то есть нам всегда нужно делиться всем кто там приходит вот например вам дали тысячу на еду 100 рублей отдайте 100 рублей отдайте если это не заработанные вами деньги на ваш продукт а подарок то всегда вам нужно делиться там нужна вот момент в книге был такой то что чтобы вам не пришло вы должны поделиться этим люди раньше там в церковь несли 10 процентов от любых доходов и вещи и продукты и что только не не сли вот ваша задача подумать кто вокруг вас тоже нуждается дать ему эту эти 100 рублей от 10 и ну а только так можно из-за этого круга выйти иначе 1000 есть 10 тысяч долг то есть вы получили но не поделились а так вы получали тысячу берете 100 и отдаете и на эти 100 вам приходит 1000 у вас уже 1900 и вы можете ту тысячу первую вернуть 900 у вас плюс остается но вы еще и дальше можете с этим 900 опять отдать 100 отдать 100 и у вас еще вернется но это грубый 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 пример но вот именно вот так работает благодарю да слышу тебе понятно сейчас мое объяснение да начать давать я поняла хорошо есть еще у меня давайте две минуты я побежала мне через 15 минут массаж евгения сейчас евгения привет микрофон включай вы меня слышите да да аннелли здравствуйте слушаю да говорю благодарю вас за ваш труд нелли такой вопрос у меня скажите пожалуйста у меня приходит очень много всего очень много там кто-то вещи детям дает и зарабатываю у меня такой вопрос к вам я головой понимаю что нужно делиться что нужно отдавать что нужно расхламляться но внутри меня часто вот знаете как какой-то скряга который блин жалко блин а может эта вещь там пригодится на хорошая качественная и как вот мне этот конфликт решить то есть я головой понимаю что нужно делиться нужно отдавать это нормально это классно но вот это сопротивление внутри меня я уже и прорабатывала это как бы она уменьшилась но она все равно есть может быть вы мне подскажете куда мне посмотреть до сегодняшнего дня мы все понимали но не делали но сегодняшнего дня и там со вчерашнего и за книгу вы читали не читали если вы почитаете книгу то у вас уже отпадут эти вопросы если не читали там есть последние посты и видео у меня когда читать там первые три четыре главы и последнюю когда вы уже понимаете что каждый раз у вас убывает в 10 раз больше то есть включайте вашу скрягу наоборот круто быть скряга и понимать что блин 10 процентов от меня сейчас уйдет мне надо срочно отдать 100 рублей чтобы не пришло тысячу срочно не срочно надо отдать одно платье чтобы не пришли 10 то есть вы когда вот сейчас уже это понимаете не просто на уровне ума а глубоко если вы вот почитаете книжку то вы это глубоко поймете вот пойдет вопрос мы на уровне ума понимали что делитесь делитесь я тоже это понимала глубоко это работает я не разбиралась тут села и разобралась сама проанализировала ситуации вот мне про подруга сейчас делает озвучку книги тоже пример тоже приводила она за озвучку взяла там такие копейки просто за снятие студии звукозаписи и оплатить звукорежиссеру вот и она ты сколько хочешь столько мне можешь и дать можешь ничего не давать ей скинула 8000 рублей у меня на следующий день было на 80 тысяч от 23 человек посчитала по банку 80 тысяч пришло на следующий день сразу как только я с благодарностью и отдала и каждый раз зная это неужели вы не хотите множить деньги я поняла вас то есть как бы от противного выходить понимая через я настолько стряга что я буду отдавать чтобы множить если вы это поймете то он как бы больше ничего прорабатывать не нужно так все у меня через три благодарю вас благодаря все через 10 минут у меня массаж до него добежать я вас благодарю за эфир всем пока новых встреч множите деньги множите благодарность отдавайте и всегда будьте благодарны любому кто вам помог вот вы я не знаю сходили на массаж вам блоки разблокировали и у вас сумма прилетела идите 33 тысячи массажисту отдайте то есть неважно где вы замечаете какую-то помощь кто-то вам словом сказал кто-то вам работу нашел с первой запрессии ему тому кто помог вам работать понимаете то есть вы даже все пока-пока Продолжаем.